Когда я поступила в консерваторию, меня звали Людмила Дмитриенко. Я поменяла имя. Теперь меня зовут Людмила Микаэль. Людмила Петровна Дмитриенко – красивое имя, но, думаю, больше подходит для танцовщицы, если бы я работала в труппе Парижской оперы. Я начала придумывать имя. Мое второе имя – Мишель, потому что отец хотел сына, а Людмила – имя женское. Так что моя мать, будучи француженкой, выбрала мне второе имя – мужское – Мишель. Итак, Мишель, Михаил, а из Михаила оно превратилось в Микаэль. Мне понадобилось время, чтобы осознать, что у меня иностранная фамилия, что происхожу я из другой семьи. Мне казалось, что я похожа на одноклассников, а потом уже в лицее преподаватели вечно коверкали мою фамилию, говоря, «Ах, как сложно произносить ее фамилию!» Дмитриенко – это слишком длинно. Преподаватель называл меня Дмит, что просто ужасно. Дмит, к доске. Вот так это было. Отец. У него были красивые длинные волосы. Он приходил за мной в школу. Быть родом из такой семьи – великое счастье. Конечно, я поняла это уже позже, когда сама стала актрисой. Я обладаю огромным богатством, потому что объединяю в себе две культуры. Мне казалось, что внешне я похожа на русскую балерину. И я очень любила балет. А произошло, как произошло. А потом уже в консерватории меня взяли в комедии «Францесс», где я играла 20 лет. Невероятно. Очень много, но вместе с тем время пролетело очень быстро. Я не хочу сказать, что стала звездой с самого начала, как только пришла в театр. Мне довелось играть в «Трагедиях Шекспира». Я играла Нину в «Чеховской чайке». А потом Антуан Витес пригласил меня играть в полуденном разделе Кладеля одну из самых лучших ролей в мире. Позже Витес предложил мне роль Проэс в «Атласном башмачке Кладеля». Спектакль шел на знаменитом фестивале в Ивеньоне и продолжался почти 12 часов. «Атласный башмачок» – самая прекрасная и загадочная пьеса из всего французского репертуара 20 века. Так до сих пор во Франции театралы делятся на тех избранных, кто видел авеньонский спектакль Антуана Витеса 87 года с Людмилой Микаэль в главной роли, и тех, кто его не видел. Кладеля можно играть, не будучи приверженным какой-либо конкретной религии. Это поиск, умение найти в действительности присутствие. То, что есть еще помимо мозга и тела, дух, который дышит. Думаю, это должно быть присуще каждому. Папа приходил в театр смотреть, как я играю. Он любил все и всегда был доволен. Помню это не только по театру, но и потому, что я делала. Он считал меня красивой, считал, что я хорошо играю. Отец меня любил, и я никогда не слышала от него критики в свой адрес. Он помогал мне в моих поисках. Именно поэтому мне его очень не хватает. Отец родился во Франции в 1925 году. Семья Дмитриенко была родом из Севастополя. Когда во время революции умер дедушка, бабушка моего отца забрала всех детей и уехала во Францию через Константинополь. Они все жили вместе, сестры и братья, в Корбе-Вуа, в пригороде Парижа. Дом не закрывался на ключ. Любой мог войти, и хотя они были бедные люди, для всех всегда был накрыт стол. Отец, конечно, водил меня к ним. И независимо от времени дня, обед это был или ужин, мне предлагали поесть. Первое слово, которое я выучила по-русски, это «кушай, кушай». Папа пытался научить меня говорить по-русски, но меня это смешило. В лицее я изучала русский язык, научилась немного писать. У меня до сих пор хранятся письма отца, в которых он объяснял мне склонения, когда уезжал куда-нибудь. Действительно, очень жаль, что меня не заставили учить русский, потому что я думаю, это божественный язык. Мне безумно нравится русская литература. И если бы я могла прочитать Достоевского или Чехова на русском, часто говорили, что у меня славянский темперамент. И я не всегда понимала, что это означало. Славянский темперамент заключается в том, что один день ты очень-очень веселый, а на другой очень-очень грустный. Можно себя таким образом идентифицировать. Можно также сравнить это с палитру художника. У меня были разные цвета. Кем я себя ощущаю? Я себя ощущаю прежде всего человеком. Я думаю, что именно это передалось мне от отца. Что-то универсальное, что-то общечеловеческое, объединяющее. Именно это было заложено в его работах последних лет, человеческое присутствие. Но оно возвышалось, если хотите, над страной, над происхождением, над религией, над цветом. Есть то, что нас отличает друг от друга, но есть и то, что в нас общее. Я назвала свою дочь Мариной, потому что это было имя моей героини в одной из пьес. Кроме того, мне было приятно, что у нее русское красивое имя. Прошло много лет, Марина стала тоже актрисой. Марина Хэнс. Я считаю, что она очень-очень хорошая актриса. Марина очень похожа на моего отца. К сожалению, она не видела деда. Когда я была маленькой, мне тоже говорили, что я похожа на отца, как две капли воды. И он был очень рад это слышать. Он был очень рад. Игорь Негода